Хаюшки ребятушки, почему такое приветствие? Да потому что так здоровается со своими полумиллионами подписчиков Дима Китель или Димчик. Почему такая огромная аудитория заинтересовалась 16-летним парнем? Давайте узнаем. Короче говоря, сюжет о блогерах. Дима Китель из Кобринского района. Снимает развлекательные видео для своего ютуб-канала. Общее количество просмотров его роликов 50 миллионов. Но так было не всегда. Два года старательной работы и только тогда Дима хайпанул. Его видео попало в тренды ютуба. Тогда был на эмоциях, потому что я выложил видео, и оно за день набрало кучу просмотров. У меня было тогда, наверное, 5 тысяч подписчиков, а набрало оно за день, может, 50 тысяч. Потом, получается, за неделю набрало оно около миллиона даже. И, в общем-то, на меня подписывались каждую минуту, считай, по тысяче человек. Из полумиллионной аудитории главным зрителем и критиком у Димы остается его мама. К увлечению сына отнеслась спокойно, хотя и не верила, что на это можно заработать и стать популярным. Вот бабушка моя разбирается, я ее научил, короче. Получается, показал, что такое ютуб, у нее появился ноутбук, и она начала смотреть его, смотрит мои видео, там, получается, следит за моей статистикой канала, и все, мне рассказывают, что сейчас в тренде, что мне в тренде. Я просто иногда некогда учусь там. На первое заработанное с помощью блога деньги Дима купил велосипед. О нынешнем доходе не говорит, мол, на жизнь хватает. В Беларуси все активнее расширяется благосфера. Люди делятся своим мнением и идеями в интернете и часто находят поддержку аудитории. Такой стартовой точкой входа в благосферу является умение генерировать контент. В любом виде. Это может быть фотоконтент, это может быть текстовый контент, это может быть видеоконтент, аудио, неважно. Человек должен уметь доносить свою мысль. Блогер своего рода эксперт. Разбираться во всем не нужно. Следует выбрать определенную тему и сосредоточиться на ней, а также понять, кто ваша целевая аудитория. Безусловно, есть люди, которые стремятся стать блогерами для того, чтобы быть в первую очередь популярными. По моим наблюдениям и опыту это характерно более молодым блогерам, более молодой аудитории. Те же, кто люди постарше, они четко понимают, что блогерство в таком самом хорошем, самом качественном его понимании – это работа, это полноценный труд. Это не написать постик где-нибудь по пути, не знаю, в метро. Как определить блогерам? Человеку всегда есть что сказать. Важные критерии – постоянство и большая аудитория. Но формулы успеха как таковой нет. Главное – вкладывать в дело свою душу. Сегодня валюта в сети – эмоция и искренность. Познакомились с блогерами Иван Кличковский, Александр Зонов, Михаил Христофоров. Наше утро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!